Всем добрый день, мы на канале ОМЗАП. Сегодня у нас продолжение со сгоревшей коробкой на полисаде. Ввиду дорогостоящих комплектующих на эти АКПП, собственникам было принято решение купить бушную коробку и на ее комплектующих уже собрать. Можно было бы установить контрактную коробку и поехать, так сказать, болтон. Поставить и поехать. Но есть отличия в корпусе. Так у нас в ушной коробке нет места под насос старт-стоп, пропила в канале под систему старт-стоп. Поэтому придется переставлять корпус, так называемый торг-конвертер хаос и средний корпус. Для этого придется разобрать всю коробку. Это где бублик стоит, то есть это картер бублика. Плюс здесь у нас переключалка на тросу у клиента. Е-шифтер, так называемый. То есть кнопка в салоне, а здесь электродвигатель стоит. Ну сейчас мы, в общем, приступаем к подготовке. Да, мы разбираем сейчас бушную коробку, смотрим, как там все у нас выглядит, в каком состоянии. И собираем уже в старый корпус полисада. Со старт-стопом. Разобрали контракт на КПП. Состояние масла было в коробке отличное. Светлое, чистое. Судя по цвету корпуса, поршней. Все в очень хорошем состоянии. Толщина пакетов, сцеплений. Вы сами все видите. Да, да, да. Также показатель, то что подшипник скольжения, самый нагруженный. Ну да, вообще как-то. Пробег по коробке неизвестный. Контрактный. Заявлено, по-моему, 30 тысяч миль. А, 30 тысяч миль, да. 30 тысяч миль. Проблема в том, что КПП была в этом барабане, да, основная. Сварился, да, барабан овердрайв с передней планетаркой вместе. Все это дело расплавилось. И только замена в сборе. Ну и какая у нас сейчас задача? Подготовить, да, промыть? Да, все это очистить, подготовить. Собрать в обратной последовательности старый корпус. Почти собрали КПП. Полную сборку, если интересно, можете посмотреть на нашем канале. По нюансам, с фильтром, есть дополнительный отвод под насос старт-стоп. Как бы на коробке без старт-стопа там все обычно. Да, обратите на это внимание, пожалуйста. Плюс на коробке от палисада состояние подшипника было намного лучше. Оставили его старый подшипник. Также оставили его старый корпус дифференциала. Вот так он выглядит. И корпус дифференциала в контрактной коробке. Уже съеден шлицы, да? Да, там уже коррозия, шлицы попилило немного. Ну все тогда сейчас что, восстанавливаем? Ждем фильтр, да, устанавливаем и тестируем. Закончили работы по коробке. Проходит последние проверки автомобиля. Нареканий нет. Переключается четко. Быстро. Да, в целом состояние у запчастей, у контрактных, не у контрактных точнее, а ну да, с коробкой с контрактными было достойно. Да, компоненты, детали все с минимальным пробегом, минимальным износом. Ну ты тогда давай к самому важному моменту, интересному, для телезрителей. По стоимости всех работ. В зарубежных площадках миллион двести, миллион четыреста, новой коробки. КПП бушные. Есть несколько версий. И именно вот эту версию очень сложно найти, которая с системой старт-стоп. Мы купили коробку без системы старт-стоп и переоборудовали ее в старый корпус. С системой старт-стоп. Смета по запчастям, по новым, по оригинальным, сколько у нас там было, я не помню. После первой процентки, да, там в районе 500 тысяч деталей, плюс это без ремонта гидротрансформатора еще. И без проверки гидроблока на стенде. То есть уже там перевалило за полмиллиона. Да, нормально. И наша смета вышла с работой, запчасти. В итоге все превратилось в 300 тысяч, даже меньше. Все, понятно. Ну и по времени это у нас заняло. Рабочая неделя. Рабочая неделя, да. То есть пока ждали коробку пока нашли. Да, со всеми вот этими историями. Что-то там, блин, никак. Так, на чем мы еще добавили? Ощущения. Поделите ощущения. Ощущения, как вот автомобили на ТО приезжают с небольшим пробегом. Такие же примерно ощущения во время диагностики подвески, когда нужно прокатиться, чтобы понять, что шумит, что гудит. А пробег у нас между ним и шестьдесят две. Ну вот такая вот, господа, история. Продолжение следует...